Привет, Даша! Это моё теговое видео о моей книжной привычке. Да, я знаю, я уже снимала такое, но тогда я ещё не знала, что существует такой тег. Поэтому это будет как бы продолжение того видео. И я так попросу. Просто первые дела обычно читаете, да, везде. На улице, дома за едой, в ванной, где угодно. И если у меня есть свободная минутка, я её воспользуюсь именно для чтения книг. Книжная закладка или просто листок бумаги? Конечно же, книжная закладка. Спасибо за это большое, Фавринг. Раньше я, когда останавливалась на книге, я совершенно варварским образом помечала, где я остановилась. Просто клала на ствол вот в таком положении книгу. «Вы можете просто остановиться во время чтения, или вы должны обязательно читать до конца главы». Для меня глав вообще не существует. Если, допустим, я сейчас читаю книгу Хагарда «Чудовище», если подойти ко мне и спросить, какую главу ты сейчас читаешь? Я посмотрю на этот человек, а так недоуменно. Ты о чём вообще? Здесь есть главы? Что такое главы? Для меня есть интересные места в книге, и не очень главы я вообще не замечаю. Вы едите или пьёте во время чтения? Да, когда я ужинаю, я во время ужина читаю книгу. Я не могу допустить, чтобы какая-либо минутка, когда я могла почитать, была упущена. Поэтому да, я читаю во время еды. Должна заметить, это не является постоянной константой. То есть, если я читаю, я обязательно ем. Этого нет. Единственное время, когда эти две вещи связаны, это когда мне действительно надо поесть. Мне просто скучно есть, поэтому я читаю. Телевизор или музыка во время чтения. Ни то, ни другое. Книга для меня — это возможность погрузиться в свой собственный мир. Любую секунду, когда я только захочу. И музыка, и телевизор попросту меня оттуда вырывают. Зачем мне это надо? По одной книге зарастели сразу несколько. Сразу несколько. Потому что, если я, допустим, читаю основу какое-то произведение на электронном носителе, разумеется, книжку электронную как-то страшно в ванную брать. Всё-таки вода. Поэтому я беру какое-нибудь книжное здание и читаю там. Поэтому... Плюс ещё работа. На работе я читаю. Поэтому я всегда несколько, как и правило, две. Вы всегда читаете дома или где-нибудь ещё? Где-нибудь ещё. Я читаю где угодно. Парк, дорога до дома, дорога до работы. Неважно, где я нахожусь. Я всегда читаю. Читать слух или про себя? Когда я очень долго говорю, я начинаю заикаться. Это, возможно, замечала в моих видео. Это врождённая патология. Поэтому вслух я читаю очень редко. Если это только книга не является очень-очень долгожданной. Если да, то первые страницы 2-3 я читаю действительно вслух, потому что это делает книгу ещё более такой для меня яркой. Пропускаете любые страницы во время чтения? Конечно, нет. Господи. А что, кто-то пропускает? Береже ли вы читаете книги? Да, конечно. Вы пишете в книгах? Был такой грех в детстве. Например, взять моего любимого писателя Крапивина. Я пишу... Как правило, на фразате я писала то, что меня наиболее впечатляло. И я уже показывала. Над Гарри Поттером я поизмывалась буквально год назад. На фразате книги я написала всё, что мне удалось выяснить о философском камне. Карандашом заменить. Но вообще я так не делаю. Это, я считаю, так нехорошо поступать. Даже карандашом. Гарри Поттеру это исключение исправила. Если я хочу что-то себе выделить, я делаю закладку. А потом, когда вся книга оказывается прочитана, я просто выписываю. Кому вы хотите предложить этот тэг? Всем! И тебе, и тебе, и тебе. Всем! А, ты как пальцем нехорошо. Плохая девочка. Ну всё. На этом я заканчиваю. Надеюсь, тебе было очень-очень интересно. Желаю тебе самых ярких эмоций и самых ярких книг. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok